Продолжение следует... А он захочет ее придавить, чтобы отсязать ее количество. Будет что давить, тогда есть что придавить. Это уже некий плодородный слой. Ладно? В разных направлениях штриху я. Потом возьмешь сиреневатые горы. Сами горы у нас где-то здесь. Но ты начнешь их делать вот здесь, ощупывая идею укладки. Если ты в домашней обстановке работаешь, тоже. Если у тебя есть место, где ты можешь потренировать руку, сначала потренировать. Мастихин гнется, позволяя с кончика сбрасывать вот такие звуки. Мастихин режет краску, укладывает. И все эти звуки очень приличны горам. Снег ляжет сверху на вот эту. То есть сначала ты делаешь красивую укладку гор, а потом уложим в эту укладку откровенно белый снег. Хорошо? Щупай. Может немножко пережелтило? В принципе, хорошо. Может немножко не хватает цельности белому? Да, пережелтило, конечно, очевидно. Желтый с синим уже сразу зеленым становится. А розовый в данном случае более... Смотри. То есть желтоты чуть-чуть, да. Но только чуть-чуть. Мало того, есть места, где только скользящий свет. Скользящий. Мутноватый. То есть есть места, где солнце ударило в лоб по этому месту. А есть, где в лоб. А есть, где скользящий свет, который тоже белый. Но недобелый. И вместе они будут создавать красивое содержание. А-ля походила дрозофила. Ну вот эта вот идея мазочка, когда муха попала и выкарабкиваясь. Не надо их создавать. Более цельные. Если что, хочешь уменьшить, можно так уменьшить. Но просто создавать вот эту цепочку маканий не создавая. Так. Дальше давай уже двигаться в том числе. Значит, у нас несколько с коричневинкой. С рыжинкой. Вот эта местность. С коричневинкой. С коричневинкой. С рыжинкой. Вот что-то там. Такое. Очень приблизительно набрасываю сейчас просто идею холнистости. То есть не рисую там отдельно камень какой-то. Вот идею холнистости. Идею береговой выстроил, да? Такую линейную. Коричневый голубой будет очень чернявый цвет. Голубой. Сначала просто наброского можно швырнуть приблизительно эти пятна. Коричневый голубой. А потом начать доразработку. В том числе можно и кистью. То же самое подкинешь сюда. Да. Уже потом кистью. Деликатненько. Можно прямо лежачей кистью вот эти вот вещи. Вот эти вот. Вот эти вот. Ты видишь, прям по этой шершавости прекрасно ложится. Объединяясь, соединяясь. И это как подкладка идеально села. Тот же коричневый синий в пользу синего. И немножечко вертикального характера, приличного для отражения в воде стоячей. Края сделаешь вот таким образом. Появится какая-то такая благополучная, мутная, отражательная история. Малейший звук на этой вертикали горизонтального характера. И ты получаешь идею воды. Именно так себя ведет вода. Правда? Колебания на воде. Либо так, либо ребром можно создать резьбу. Накидаешь здесь цветовых настроений, которые там. Вот. Он их там не прорисовывает. Он создает просто идею цветовых настроений. А потом возьмешь пальцем и превратишь вот в это. Не пальцем, а целой рукой. Оно? Оно. И делов. Давай. От этих полос. И не должно быть вот таких траекторий. Раздавить. И упразднить перебор. Вот. Часть вот такую. Можешь оставить. Пусть кое-где будут такие крапопушечки звука. Не внятный звук. А вот такая. Остаток звука. Вот такой. Это будет очень, очень технично. То есть опытные художники будут смотреть, как она это сделала. И это надо, чтобы они всматривались и удивлялись. То есть на наших картинках должны быть места, которые будут удивлять не только зрителей, но и художников. Это поступки. Это жесты. И всякие необычности, которые складываются. Несколько смуглее. Там красивая эта темнота. Можно, правда, плюс желтенький чуть-чуть. Ты видишь, я в обратную сторону пошел, чтобы она не выдвигалась слишком низко. Нашвыряла, нашвыряла, нашвыряла. Взяла цвет береговой, отделила. Взяла второй какой-нибудь цвет береговой, усложнила. Создала идею каких-то более сложных деталей берега. Каменьевых. Каменьки, еще что-то, да? Ломанный характер камней. Более цельный, более мощный центр, может быть, тоже сделать, как и там. Неплохо, очень неплохо понакидало эти растения. Единственное, что, может быть, чуть тоньше острия, склонник помощнее, хорошо, вот такое будет. Есть какие-то каменюкочки такого же характера, вообще нахальство полнейшее, но ничего, смотрится. Иногда можно аж вот такую мутность, смотри, как отделяется внятно то, что над водой от того, что под водой, ну в отражении, потому что здесь совсем мутно, а там с какой-то историкой. Так, на переднем плане цветочки. Ну, с отражением более-менее понятно, да? Здесь доиграешь чуть-чуть, и темности, слишком они прозрачные. Вот там красивенько много, да, здесь немножко прозрачно добавишь. Так, у нас еще облака красивые. Сейчас я тебе покажу, как это схитрить. Значит, взяла, они чуть-чуть с желтиночкой, ты видишь. То есть, как бы с оранжевиночкой. Замешала однородный цвет на палитре, абсолютно однородный. Они даже несколько смуглее, чем сам снег, да? Ну, а хотя они тоже могли бы быть белыми по природе своей. Положила дракончика, раздавила. Положила дракончика, раздавила. Смотрите, как оно вписывается в среду, правда? Как живое. Ну, прямо стало совершенно едино. Где-то вырезала сами облака. То есть, укладывая красочку, вырезала. И тоже подраздавила, подраздавила. Свет из-под до горы. Красиво. Дракончичек. Потом вытираю в тряпочку и раздавливаю. И наблюдаю, что складывается. Если что-то сложилось, все, сбежал. Чуть светлее вот эти части, обращенные к свету, да? Вот здесь чуть смуглее, здесь чуть светлее. Дракончик. Значит, прям по моим дракончикам, попробуешь поставить свои. Пощупывая, как оно. Можно одно облако загнать туда. Заслонило гору. А ну? Давай так. А здесь? А. Голубой, коричневый. Выдавишь, что-то коричневый. Нашвыряешь темнятину. Потом голубой, желтый. Нашвыряешь чуть светлее. Но сильно далеко не ходи. Потом берешь цветнятинки. И нашвыриваешь цветнятинки. Если почувствуешь, что не складывается, не порть весь участок. То есть, где-то там и остановись. Это же ответственное место. Ее надо уплотнить. Уплотнить, чтобы этих дыр здесь почем зря не было. Ни к чему им там быть. Я просто даже их забил, и уже стало лучше. Правда? Угу. Какой-нибудь цветочек нет-нет объявился вот в этом пространстве. Вот здесь, на переднем планчике. Ну, чтобы это было не только там. А чтобы чуть побогаче, посмышленнее было. Несколько шахматный порядок есть, да? Чувствуешь его шахматный дух? Да. То есть, где-то собрать в целое множество. А где-то уже разброс. Хорошо? Угу. Ну и тоже немножечко подзабить. В том числе, может быть, и с светочками. Такая сторона подвинулась. Ты видишь, он сделал так. Он взял и подвинулся. Вот сейчас мы его сюда немножечко. Зелененько. Он сюда выдвинулся. Угу. Угу. Так они одинаковые, брикетики. Да, вот как-то. А так уже есть неодинаковость. Травинчатость. Несколько травочек можно вытащить и здесь. А здесь ничего не надо. Нет. Они перебиваются. Ну, хотя, можно взять светлодик. И создать рябушку на воде. Вот такого характера. Посмотри. Вот. Сколыбалась вода. Да? А можно еще хитрулю такую сделать. Вот там снег, допустим, где-то лежит. Сейчас, 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 сейчас. Понятно, что отражение. Ну, вот, допустим. Вот так. Вот так. Зигзагинку этих отражений. Чуть-чуть. Так ведет себя только вода. Ну, и, соответственно, сразу видно. А, вода. Ну, вот, собрали здесь, вот, содержание дали. Так, слишком кривая веревочка. Там все-таки ровную е. Некое. Мало того, лучше дать некоторый зигзаг. Смотри, я выдвинул чуть-чуть эту часть. И получилась некая ступенечка. Ступенечка. Эта перешла в ту. Эта чуть-чуть перешла в эту. То есть, уползающая змейка. Чтоб не было уже откровенной ровноты. Это уже, как бы, собирает с боков. Ну, и веревочку плести, конечно, у самого берега не стоит. Лучше к берегу подойти вот так. Согласны? Угу. Вот прям подойти к берегу. Но не чуть-чуть, а вот как-то взять и поставить. Чтоб это был жест, чтоб это был поступок. Чтоб это не было крутило-крутило-крутило. Понимаешь? Да. Чуть-чуть вертикальный характер. Намекки, может быть, небольшие на стволички переднего плана. Можешь тепленькими их накрыть, рыжеватыми. Ну, пару стволиков не помешает. И все, и молодец.